Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Грустный праздник. Нацбанк обвинил в падении гривни Новый год. Кто еще виноват? Ограбление, погоня и взрыв. В Херсонской области криминальная драма в лучших традициях. Закончилось ли все хэппи-эндом? Громкая присяга. Австрийцы получили самого молодого канцлера в Европе и вышли на протест. Чем недовольны? Без напряга. В кулуарах Верховной Рады уже витает предновогодняя атмосфера. В повестке дня не одного первоочередного законопроекта. Это пленарная неделя у народных депутатов. Финальная перед зимними каникулами. Как нардепы оценивают результаты последней сессии и какие законы все же могут появиться в зале? А какие нет? Подробнее в материале. Для парламентской елки реформа точно состоялась. Нарушив многолетнюю традицию, ее установили в новом месте. А все потому, что прежнее теперь отведено под новый флаг. О реформах говорят и на Согласительном Совете. Как-никак год близится к концу. Какая еще страна в мире, какой еще парламент в мире умеет за такой короткий промежок времени принять эту большую количество реформ? И я чую ответ. Жоден. Цего года мы впервые за много лет приняли бюджет не под делинку, а 7 грудня и до певночи. И это тоже, я считаю, величезная заслуга украинского парламента. Им сьогодні уже не треба быть в зале. Вони всю свою брудну справу зробили. А мы, мам, маем с вами, могли, могли казать, все прекрасно, реформи впроваджуются вперед. Реформи не впроваджуются, реформ нема. Наша позиция, чтобы парламент работал плохо. Парламент стоял по стороне всех мирных процессов, которые требуют люди в стране. Нормандский формат, за малым выключением Минских угодов, посрединственная миссия между США и Америкой, Россией, все целое проходило полз влады в целом и парламента за Крымом. Парламент не спрямился заслухать уряд напротив этого года, каким чином выполняется экономичная программа, которая самим парламентом была затвердена. Заслушать все правительство вряд ли получится. А вот во время традиционного часа вопросов к министрам депутаты все же желают послушать отчет Минфина. Чтобы в пятницу, под час годины запитаний до уряда, мы заслухали уряд, мы заслухали Министерство финансов и экономики, враховывая тот факт, что заканчивается бюджетный рік, надати точную информацию Верховной Раде Украины, какие есть сбытки национального бюджета от факта блокады Донбасса, от факта, что украинские предприятия, которые были перерегистрированы на украинской территории, начиная с березня месяца, не сплачивали податки, а не в бюджет Украины, а не в пенсионный фонд, какими втратами национального бюджета от этих сбытков. Хотят дослушать депутаты и силовиков. На прошлой пинарной неделе с отчетом пришли только главы СБУ и ГПУ. Набу и САБДО трибуны так и не долетели из-за командировки в США. А кроме силовиков, нардепам и Нацбанк хотелось бы услышать, а заодно и кадровые вопросы решить. Ключовое сегодня вопрос – это финансовой стабильности. Где поддание на новую главу Нацбанку, которую мог бы сделать президент? У нас с травня месяца нет главы Нацбанку. А те, что украинские, которые сегодня принимают решение, увеличивают обликовую ставку Нацбанку, как в последствии, увеличивают кредитные ресурсы для национальных производителей. Мы видим ценники в магазинах, мы видим, что творится с курсом гривни. При этом мы не видим ни Гонтаревы, ни кого из руководства Национального банка, кто должен был бы впливать на эти процессы. С начатом Нацбанка вряд ли, а вот в кадровых вопросах коалиция обещает сдвиги. Есть политическая воля на решение этих кадровых вопросов. И я еще раз надеюсь, что уже на этом неделе вы увидите решение ряда этих вопросов в парламенте. Сейчас проходят остаточные консультации с некоторыми из них. И я думаю, что в четверг, не в вторг, а в четверг, мы и некоторые из них увидим в зале. Иногда даже процедурные моменты, они нам заважают в этом. Те же самое касается на разе финальной консультации керевника Национального банка. Те же самое касается финальной консультации по Центральной выборчей комиссии. Ну а еще в радио анонсируют появление законопроекта об антикоррупционном суде. Если, конечно, в зале найдутся голоса для того, чтобы отозвать предыдущий депутатский законопроект. Именно этого требует процедура. Президент просит четверг, депутатский законопроект 6011 народного депутата Соболева, для того, чтобы президент смог внести свой закон про антикоррупционный суд. А также информирую вас, что президентом будет внесен закон и про воинский суд, который также является главным. Важным напрямом для Народного фронта остается продолжение антикоррупционной реформы и нормализация становища в антикоррупционной сфере. В частности, это создание антикоррупционного суда и призначение аудитора НАБУ. Также предлагаю в четверг рассмотреть в другом читании законопроект номер 7066 про приватизацию и, наконец, начать публично открытую приватизацию. Закон о так называемой большой приватизации в четверг тоже может появиться в сессионном зале. Во всяком случае, спикер это обещает. Голосовать за него будут во втором чтении. Но в повестку дня, как всегда, завтра еще что-то добавят. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Кабмин решил изменить правила контроля бизнеса. На сегодняшнем заседании отменили целых три сотни нормативных актов, которые касаются госнадзора. Кроме того, правительство изменило условия использования кассовых аппаратов. К примеру, торговцев на рынках от этого освободили, а вот лотерейщиков, наоборот, обязали. Кроме этого, Кабмин отменил штрафы за несвоевременные отчеты и упростил растаможку товаров в портах. Также премьер поручил разработать новые правила проверок. На все про все дал три месяца. Гройсман убежден, что без нововведений достичь экономического роста невозможно. Напомню, в конце прошлого года Кабмин уже отменил почти четыре сотни нормативных актов, касающихся предпринимателей. До первого квитня в каждом контролирующем органе має бути система ризиков, запобегание ризиков и чек-листи, которые мы будем мониторить. Это означает, что вы готовы изменять систему и один раз и не всегда поставить крапку в этих негативных явлениях, которые сегодня имеет бизнес. Если нет, заявка на стил, и идите занимайтесь кричневшим справами. Три месяца достатньо змінити систему роботи контролюючого органа. А вот МВФ требует поднять цены на газ для украинцев. Об этом заявил постпред фонда в Украине Йоста Люнгман. По мнению МВФ, высокие тарифы помогут развитию свободного рынка газа, а потребители будут стимулировать экономить топливо. НБУ тем временем нашел виновных в падении курса гривни. Это Минфин и Новый год. По словам замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба, такие колебания курса происходят ежегодно накануне праздников. Но, как он выразился, фундаментальных причин для девальвации нет. Хотя, с другой стороны, на гривню давит активность Минфина, который сейчас усиленно выполняет расходную часть бюджета. При этом в НБУ заверили, что в случае серьезных колебаний курса будут выходить на Межбанк. Каждый, кто имеет интернет, может зайти на сайт НБУ и увидеть курсы, которые были 19 грудня 2016-го, 15-го, 16-го, например, січня 2017-го. И увидеть, что, например, 16 січня курс был такой же, как он сегодня. То есть, курс волатильный, он объясняется так, какими-то макроэкономическими тенденциями, но также и ожиданиями. Украина просит Португалию поддержать введение миротворцев на Донбасс. Об этом сегодня говорили главы государств Петр Порошенко и Марсел Рыбеллу Десоза. Украинский президент сейчас в Лиссабоне. И миротворческая миссия ООН на оккупированных украинских территориях – это один из главных вопросов. По словам Порошенко, она должна иметь полноценный мандат. Кроме того, говорили о культурном, экономическом сотрудничестве между нашими странами. Мы сьогодні подписываем три надзвичайно важливых угоди, включая угоду по співпраце в культурной сфере, угоду по співпраце в энергоэффективности, используя значный опыт Португалии. Важливую роль в этом должны отгравить двусторонние экономические проекты. Причем, говорится про проекты в сфере хай-тек. Мы ждем португальских инвесторов. Я также хотел бы подякувать за поглибление співпрацтства между нашими краями в сфере обороны и безопасности, в військово-технической співпраце. Петр Порошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты по данным Центра социсследований «София». Следом за ним идут лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко и глава аппозиционного блока Юрий Бойко. Несколько другая ситуация с парламентскими выборами. По данным того же Центра «София», украинцы отдают предпочтение партии «Батьківщина» блоку Петра Порошенко и оппозиционному блоку. Кроме этого, больше половины респондентов выступают за проведение досрочных парламентских выборов. Служба безопасности Украины проведет информацию об израильском паспорте Вадима Рабиновича. С таким требованием к СБУ после депутатского запроса нардепа Сергея Каплина обратилась миграционная служба Украины. Парламентарий считает, что служба безопасности сможет доказать второе гражданство Рабиновича, так как его израильский паспорт фигурирует в международных документах и даже в банковских операциях. Нардепу Вадиму Рабиновичу все-таки придется показать все свои паспорта компетентным органам. Двойное гражданство парламентария теперь проверяет не только НАБУ, но и служба безопасности Украины. Информация о том, что у нардепа есть израильский паспорт, появилась в прошлом месяце. Хотя сам нардеп многие годы не отрицал наличие второго паспорта, в надежде, наверное, что крыша не протечет. Журналисты подтвердили, Вадим Рабинович еще в 1994-м репатриировался в Израиль, взяв новое, так сказать, запасное имя «Давид». Гражданство он получил. Подтверждение тому – его идентификационный код. Такой получают исключительно граждане государства Израиль. В парламенте уже не первый месяц требуют лишить Рабиновича мандата и украинского гражданства. Позволять депутатского мандата. Однозначно. Найвыщие посадовые особи не могут иметь подвольное гражданство. Крапка. Повинен отреаговать регламентный комитет. Регламентный комитет должен ухвалить соответствующие решения, вынести до сессийной зали. И я гадаю, зала мало проголосовать за позбавление этого депутата, ну, что наименьше мандата. Тут не должно быть вынятки. Миграционная служба Украины после депутатского запроса Сергея Каплина также начала свою проверку факта двойного гражданства Нардепа Рабиновича. Депутат с подвольным гражданством, в разе, если он скроет коррупционный злочин, крадет простых людей с кишины и текает за кордон. Там оседает, где его не может дистать ни на ногу, ни Генеральная прокуратура, ни інший правоохоронный орган принимает подтверждение, на жаль, Вадим Рабиновичу. Существует у него уже начало низко криминальных проваджений. Существует у него начало низко антикоррупционных расследований. Подозревают Нардепа и в уклонении от уплаты налогов. В нациоагентстве по противодействию коррупции заподозрили Рабиновича в несоответствии доходов с расходами. Организатор проплаченных митингов под Нацбанком арендует шикарный дом в Кончазаспе под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц. Но в декларации Нардепа об этом никакой информации нет. В ней много чего нет, как, например, нет фактов из биографии Нардепа, вырезанных стараниями его покровителей. В журналистских же кругах ширится информация о том, что Рабинович готов продать свое зажиття и, наконец-то, зажить на свою жирную пенсию в Израиле. Вопрос в том, кто успеет первым – Нардеп или наши правоохранители. Боевики тормозят обмен пленными. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона хочет успеть закончить обмен к новогодним праздникам, но многие люди из списка Ордло категорически не желают возвращаться на оккупированные территории. А некоторые уже освобождены украинскими судами. Однако боевики все равно настаивают на их передаче. Сегодняшняя скайп-конференция в минском формате не разрешила этот вопрос, к сожалению. Из градов по жилым домам боевики обстреляли из реактивной артиллерии поселок Новолуганска. Это произошло буквально три часа назад. Ранены четверо мирных жителей – две женщины и двое мужчин. Один из них сейчас в тяжелом состоянии, его оперируют. Снаряды попали в детский сад, общежития. Три жилых дома сгорели, еще 20 повреждены. Перебиты линии электропередач. Есть вероятность второго удара, поэтому людей перевели в укрытие. Ситуация обострилась по всей линии соприкосновения. Противник все активнее использует запрещенное минском оружие. На Светлодарской дуге в ход идут минометы крупного калибра и бронетехника. Больше двух часов из тяжелых орудий боевики обстреливали украинские позиции в Песках. Под минометный огонь попали также бойцы в районе Абдеевки и Водянова. Украинский МИД возмущен выходом российских военных из состава совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня. Этот шаг в Киеве расценили как очередную провокацию, которая подрывает минские договоренности. Украина в связи с этим обратилась к международным партнерам, чтобы усилить давление на Кремль. В ЕС уже заявили, что Россия должна выполнять свои обязательства по разрешению конфликта. Сегодня российский МИД объявил, что российские военные, которые работают в центре, покинут Украину якобы вследствие того, что Киев намеренно усложняет их работу. Бунт в ООН. Арабские страны требуют признать недействительным изменение статуса Иерусалима. По этому поводу уже внесена резолюция. Смогут ли повлиять на Трампа, разбирался Дмитрий Анопченко. Сегодняшнего заседания Совбеза ООН ждали. Кто с нетерпением, кто с опаской. Вроде бы ситуацию на Ближнем Востоке тут каждый месяц рассматривают. Но в этот раз домокловым мечом повис арабский ответ Трампу. Проект резолюции, подготовленный Палестиной. Документ от имени Палестины вниз Египет. Ну, казалось бы, всего одна страница. Но формулировки в ней очень и очень жесткие. Вот просто цитирую. Любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены. А все страны мира призывают не открывать в Иерусалиме свои посольства. До последней минуты было непонятно, станут ли сегодня члены Совбеза обсуждать документ. Теоретически, если бы резолюцию приняли, это поставило бы под удар всю политику Дональда Трампа. С точки зрения арифметики такая возможность была. Ведь для одобрения нужно 8 голосов членов Совбеза. И они, возможно, набрались бы. Но все понимали, Америка этого не допустит. Без колебаний используют право Вета. И Ники Хейли в своем выступлении прозрачно на это намекнула. Но зачем же предлагать документ, если он заведомо непроходной? Дипломаты, работающие при ООН, сказали нам, это попытка проверить расклад сил в организации объединенных наций. А еще заставить четко высказаться тех, кто до сих пор не сформулировал свою позицию по этому вопросу. В том числе и Украину. А стране сейчас непросто. С одной стороны, Штаты и Израиль – союзники. С другой, высказывая публично поддержку какой-либо стране конфликта, Киев окажется в сложном положении. Ведь это припомнят, когда в зале Совбеза зайдет речь о Крыме и Донбассе. Ситуация очень разная. Но ведь все это – территориальные конфликты. Выбор непростой, но делать его сегодня не пришлось. Резолюцию раздора на голосование так и не вынесли. Пока что. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Ановченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер». Смертную казнь для террористов планируют ввести в Израиль. Соответствующий документ поддержали лидеры шести партий правящей коалиции. Чтобы закон этот вступил в силу, он должен пройти четыре чтения в Мнессете, в израильском парламенте. В стране сейчас действует смертная казнь. Так наказывают виновных в преступлениях против человечности и госизмене. Последний раз человека в Израиле казнили в 1962 году. Это был нацистский преступник. Дональду Трампу не входить. Американскому президенту заказан путь в Гринвич. Депутаты местного совета приняли решение не впускать лидера США в свой район. Чем провинился глава Белого дома, разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Гринвич – один из самых известных районов британской столицы. Знаменит он в первую очередь тем, что именно здесь проходит нулевой меридиан. Он служит началом отчета географической долготы и является одним из самых посещаемых мест в Великобритании. Так вот, сверить часы по Гринвичу у Дональда Трампа никак не получится. В этом лондонском районе американскому президенту не рады. И это не просто разговоры, а официальное решение местного совета. Депутаты проголосовали за то, чтобы вовсе отменить государственный визит Трампа в Великобританию. Но понимая, что к районной власти правительство вряд ли прислушается, перестраховались. Он оскорблял афроамериканцев, мусульман, евреев. Он оскорблял женщин. Он оскорблял скорбящих родителей погибшего солдата. Он насмехался над инвалидом и восхищался диктаторами. Нам не нужна политика ненависти и разделения ни в нашем районе, ни в нашей стране. Как местный совет мы не должны оставаться в стороне. И намерены заявить четко, у нас нет места для агрессивной, предвзятой ненавистнической риторики в нашем районе. И мы не должны допустить государственный визит человека, который не разделяет наших ценностей. Местный совет Гринвича пока единственный из 33 лондонских районов, решивших официально отказать Трампу. Впрочем, жесткая критика в адрес главы Белого дома нередко звучит и в британском парламенте. Даже мэр Лондона Садик Хан не скрывает, что не рад визиту Трампа. Но даже под таким давлением премьер Тереза Мэй не спешит отзывать в приглашение. Сейчас, когда Британия покидает Евросоюз, как никогда важно поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами. Скорее всего, Трамп посетит Британию в конце февраля. И, несомненно, здесь его будут ждать толпы людей. Правда, не для того, чтобы поприветствовать. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В штате Вашингтон вагон пассажирского поезда сорвался с моста. Состав, который направлялся из Сиэтла в Портленд, по неизвестным пока причинам перевернулся. И один из вагонов упал на оживленное шоссе. По предварительным данным, три человека погибли, 77 были ранены. На месте аварии образовалась огромная пробка. Вы смотрите подробности. Вот что у нас во второй части. Занесённая Украину накрыла метелями. Как пережить стихию? Одни дома. В Черкасской области в пожаре погибли четверо детей. Кто виноват? Что это было? В Черновцах сорвали флаги с румынского культурного центра. Кто и зачем? Непогода бушует в Украине. Стихии охвачены 12 областей. А завтра ветер и дожди, а также мокрый снег придут и в остальные регионы. Сегодня центром снежного апокалипсиса стал Киев. Из-за метели в столице не смогли потушить пожар. На Южном мосту загорелся автомобиль, но пожарные не добрались до места происшествия вовремя, поскольку город парализовали десятибальные пробки. В результате машина выгорела до тла. К счастью, все остались живы. Сейчас на месте уже работает полиция. Подробнее о ситуации в столице и регионах потеряли моих коллег. О приближающейся к столице снежной буре синоптики сообщили еще вчера. Но для киевлян уже традиционно снегопад стал сюрпризом. Километровые пробки на дорогах с самого утра, около сотни ДТП за день. Водители проигнорировали просьбу Киевгородминистрации пересесть из своих автомобилей на общественный транспорт, чтобы упростить работу коммунальщикам. Сегодня для очистки дорог задействовали 450 единиц техники. Так, как в Киеве. С ранку дороги были прочищены. Сейчас местами есть дороги очень ужасные. То есть гололед, даже самым простым элементарным посыпать там солью, чтобы хотя бы можно было нормально ездить. Никто этого, по крайней мере, то, что я вот езжу, я не видел. Заложниками снегопада сегодня стали сотни пассажиров, чьи рейсы в аэропорту Киев отменили. Таких, как минимум, 12. Самолеты сейчас направляют в Борисполь. Там аэропорт пока что работает в штатном режиме. Я ехала в Дортмунд, летела, то есть в Дортмунд. И, власне, кажут, ничего не кажут. Ничего не поведомили, ничего не сказали. Чи перенесли, чи не перенесли. И самостоятельно экипаж всех авиакомпаний принимает решение садиться или вылетать из нашего аэропорта. Наши агенты работают по размещению пассажиров. Те, кто не сможет сегодня улететь, это уже точно отмены рейсов, будут распределять по гостиницам пассажиров. А на подъездах к столице выстроились колонны фур. Им запретили въезжать в город, пока стихия не утихомирится. Скорее всего, запрет не снимут, как минимум, до завтрашнего вечера. Тогда непогода, по прогнозам синоптиков, должна отступить. Сейчас же коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы. К борьбе со стихией готовятся и в Сумской области. Здесь ливни, сопровождение сильного ветра начались вчера вечером. А сегодня ночью дождь перейдет в сильный снегопад. На улицы городов и сел выйдут тысячи работников коммунальных служб и 300 единиц спецтехники. Великий дождь, мы это сейчас видим. Потом этот дождь перейдет в мокрый снег, снег, хуртовины и посылание ветра будет до 15-20 метров на секунду. А в Чернигове сильный ветер повалил дерево прямо на припаркованной рядом автомобиле. К счастью, людей в них не было. Синоптики предупреждают, в ближайшие сутки в области погода только ухудшится, как и на территории большей части Украины. Данил Снисор, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. Трагедия в Черкасской области в селе Драбовце во время пожара погибли четверо детей. Старшей девочке было 8, младшему мальчику чуть больше года. Дома они были одни и не смогли выбраться из горящего здания. Материал Станислава Кухарчука. Тлеющий остров дома и обгоревшие вещи все еще напоминают о вчерашней трагедии. 28-летняя Татьяна оставила дома четверых детей и ушла к знакомым. Когда вернулась, дом полыхал. Она бросилась к соседям. Один из них даже пытался найти детей в комнатах, но не смог. Вызвал спасателей. Они все в кубке были, дети. И в пальцах выросли. Она пришла, она горела, где она ходила сюда-туда. Она пришла, горела уже, и она побегла до соседа. Двое мальчиков и две девочки задохнулись от угарного газа. Старшей было восемь, самому младшему всего год. Брат Татьяны пришел забрать домашних животных. Ухаживать за ними больше некому. Утром мать погибших детей задержала полиция. Парень рассказывает, Татьяна за детьми почти не ухаживала. Слабого оттуда глядала. Получается, ваще полминуте, да? Да, да, да. Семья состояла на учете в сельсовете. Как неблагополучная женщина часто употребляла спиртное. По словам секретаря, у Татьяны шестеро детей. Двоих от первого гражданского брака в соседний район забрала к себе бабушка. Последнее время женщина изменилась. Нынешний муж сдерживал ее алкопорывы. Но недавно, похоже, нашла компанию, с которой и выпивала. Тоже там такие люди вживают, они спиртное. Помогали ей пилить одну комнату. И они почали выпивать. Володя был на работе, на зарублении. Но тут не пила она. Это три месяца, это сколько уже мы ходили. И протоколы писали. Скорее всего, пожар начался из-за неосторожного обращения с печкой. Уходя из дома, женщина обязала старшую дочь подбрасывать дрова в печь. Спасатели говорят, за несколько недель до трагедии провели с семьей беседу о правилах безопасности. Первая права, это оставить детей без контроля. По-друге, она позволила детям пользоваться эпичным оборудованием, что уже есть порушение таким очень сложным, которое может привести фактический призвольный пожар. Погибших детей должны похоронить завтра в соседнем селе, где прописан отец. А вот мать попрощаться с ними вряд ли сможет. Сегодня ей вручили подозрения. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Вооруженное ограбление, погоня и стрельба. Прошлой ночью в Херсонской области местный житель ограбил сразу три магазина и попытался скрыться. Чем все закончилось, расскажут мои коллеги. Все произошло вечером. В этом магазине мужчина зашел, в руках держал коробку и гранату. С порога заявил это ограбление, рассказывает продавец. Я дышал до кассы, с выдернутой чекой. Открыв кассу, внизу для нее были зверху, все это вытягивало. Носку отсюда нажало, но понятно, что пока приехала охрана, он в машину не ехал. Перепуганная женщина даже не пыталась что-либо сделать. Грабитель уверял, что в коробке у него взрывчатка. Коробку открыли, но в коробке было две картошины. Так, угрожая боевой гранатой, мужчина очистил три магазина и попытался сбежать. На выезде из Херсона машину перехватила полиция. В салоне оказалось трое мужчин. Один, выйдя из машины, достал боевую гранату. Дальше запрыгнул в патрульный автомобиль и нажал на газ. Через какое-то время полицейские остановили авто, перекрыв трассу фурой. Полицейские навели на него оружие и не сразу вымогали ему выйти из автомобиля, показавши руки. Хотя злоумисник демонстративно вытянул одну руку из окна, в которой была та же граната. Автомобиль начал рух с метою объезда данного вантажного автомобиля. И полицейские начали застосовывать оружие с метою пошкоджения автомобиля. В конце концов водитель не справился с управлением и машина свалилась в кювет. Там злоумисленника окружили правоохранители. И снова, угрожая гранатой, он направился в сторону полицейских. Те открыли огонь. Мужчина упал, раздался взрыв. Правонарушитель погиб на месте. Личности двух других пассажиров уже установили. Особа води цивильного транспортного засоба, который спочатку его перевозил. Это таксист, который утверждает, что не знал про злочинные намеры зазначенной особи. Другая людина также является пассажиром. Его роль будет установлена подчас досудового расследования. Как выяснилось, грабителем оказался 52-летний житель Херсона. Имел несколько судимостей и, видимо, увлекался наркотиками. В машине полиция нашла использованный шприц и пистолет. Где он взял оружие и гранату, пока неизвестно. Елена Зорина, Екатерина Синицына, Игорь Казаков. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Авария в Николаевской области. В городе Новая Одесса военный грузовик вылетел на остановку, где в это время находились 6 человек. Одна женщина погибла, остальные успели отбежать в стороны. По предварительным данным, во время движения у машины отсоединился прицеп. В Черновцах четверо парней сорвали флаги создания Румынского культурного центра. После чего они заявили, что, в принципе, ничего против стягов не имели. Что же тогда стало причиной этого странного поступка? И верят ли в объяснение в румынское общение? Разбирались мои коллеги. Это случилось около трех часов ночи. Четверо парней остановились возле Румынского культурного центра. Сначала что-то обсуждали. Потом один забрался на карниз и сорвал флаг Евросоюза. Испугавшись, что их могут увидеть, парни бросились бежать. Но через несколько минут вернулись. И сорвали уже румынский триколор. Пустые флагштоки заметили утром сотрудники центра. Я не знаю, чем все связано, и что они хотят. Я знаю свою работу. То я работаю перекладачами. Хулиганов быстро нашли. Парни неместные. Все из Глыбокского района. Полицейским объяснили. Шли из дискотеки и решили развлечься. Флаги срывали на спор. Самым смелым оказался 18-летний студент. За свой поступок друзья считали ему 100 гривен. В самом румынском центре уверены, это политическая провокация. И даже называют причастных. Есть люди, которые руководят нашим национальным корпусом и партнерами Украины, партии. Пусть милиция не прикрывает их. Все же они прикрывают. Пусть показывают, какие они гробцы. В национальном корпусе все обвинения отрицают. Пускать дело на тормозах представители румынской общины не собираются. И уже готовят заявление в суд. Андрей Кровец, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Ведет компанию из ПАБа. Это Пучдемоний. Напомню, после отстранения от власти он прячется от суда в Бельгии. В стране пива и шоколада. И, похоже, бывшему каталонскому лидеру этот край подходит. Как он чувствует себя за неделю до выборов, расскажет Елена Абрамович. За чашечкой кофе в кругу соратников смотрит футбол в бельгийском пабе. Так проводит время Карлис Пучдемон. Каталонский лидер, отстраненный от власти, в Брюсселе уже полтора месяца. Испания выдала европейский ордер на его арест. Но Бельгия не спешит с экстрадицией. Вернуться в Барселону Пучдемон обещает в случае победы партий, поддерживающих независимость. Это также должно стать основанием для закрытия политических судебных дел, считает он. Мы не сдадимся, нас не заставят отказаться от свободной страны. Страны, у которой есть возможность жить самостоятельно, финансировать свое образование, общественное здравоохранение, нашу инфраструктуру. С избирателями Пучдемон общается с помощью телемоста. Тем временем в Барселоне не утихают протесты с требованием освободить политиков, причастных к провозглашению независимости Каталонии от Испании. Мадрид завел уголовные дела в отношении 20 чиновников. Впрочем, большинство из них участвует в местных выборах, которые состоятся 21 декабря. В консульствах Испании за рубежом уже открылись участки для голосования. Я считаю, очень важно проголосовать, потому что на самом деле у нас впервые есть возможность для самовыражения. Референдум не был признан, но теперь мы сможем законно сказать, чего хотим для Каталонии. Местные выборы должны урегулировать каталонский политический кризис, надеются и в Мадриде, и в Брюсселе. По данным последних опросов, шансы на победу и у сторонников независимости, и у тех, кто за единство одинаковы. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Присяга под звуки протестов. Себастьян Курс сегодня официально вступил в должность канцлера Австрии, став самым молодым лидером в истории Европы. Ему 31, я напомню. Почему многие австрийцы уже против этого правительства, знает Татьяна Лагунова. В центре Вены массовая демонстрация. Несколько тысяч людей вышли на митинг против нового правительства. Кабинет еще не проработал и дня. Только к полудню президент привел к присяге нового канцлера Себастьяна Курца и его министров. Но демонстрантам не нравится состав правящей коалиции. Микс из консерваторов и ультраправых. Австрия должна оставаться открытой. Конечно, мы маленькая страна и не можем принять всех. Но мы не должны быть принципиально против беженцев. Это правительство несет холод. Оно не говорит нам прямо, какие у него планы. Консерваторы и ультраправые хором обещают, Австрия не отвернется от Европы и ее ценностей. Но позиция ультраправой партии Свободы, которая теперь входит в правительство, хорошо известна. Она выступает за снятие санкций против России и ограничение приема беженцев. И это при том, что особой миграционной лояльностью Австрия и раньше не отличалась. В стране, например, действует граничная квота на прием беженцев 35 тысяч в год. Ужесточение миграционной политики уже запланировано. Партии прописали его в коалиционном соглашении. Так, например, все опросители убежища будут обязаны сдавать свои мобильные телефоны, чтобы эксперты смогли считать данные, установить личность мигранта и проследить его маршрут. Кроме того, у беженцев будут забирать все наличные деньги, чтобы потом потратить их на пособия. Изменения явно коснутся не только миграционной политики. Ультраправые получили в новом правительстве 6 министерских портфелей, в том числе внутренних дел и обороны. А МИД по предложению все той же партии свободы возглавила беспартийная Карин Кнайсель. Она эксперт по Ближнему Востоку и ярый критик миграционной политики ЕС в целом. И Ангелы Меркель в частности. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. На ретроавтомобиле через 10 стран в Африку. В это авантюрное путешествие сегодня отправились трое смельчаков из Николаева. Среди них наш коллега, оператор регионального корпункта подробностей Игорь Попов. Об идее этой поездки и о том, как мы будем за ней следить, расскажет Андрей Анастасов. Андрей, Игорь и Сергей, закадычные друзья решили отправиться из Николаева в Африку полгода назад. Все это время готовились к поездке. Отремонтировали старенький Ишкомби, купленный за 300 долларов. Разработали маршрут. На другой континент ребята будут добираться через Европу, проехав 10 стран. В Испании сядут на паром, который доставит их в Марокко. Во-первых, мы хотим показать, что путешествовать можно как угодно, куда угодно и на чем угодно. Что самое главное – желание. Ну и во-вторых, чтобы было что детям рассказать. Конечная точка – это Гамбия, город Банжул. 8 тысяч километров. Уже в Африке ребята присоединятся к автопробегу «Банжул Челлендж». Ежегодно его участники со всех уголков мира добираются до Гамбии на старых автомобилях. Там продают машины на аукционе, а вырученные деньги отдают на благотворительность. Все этапы пути украинцы будут освещать на своем YouTube-канале car4man.com. Самое интересное зрители смогут увидеть и на телеканале «Интер» в наших информационных выпусках. Мы берем с собой ноутбук, мы будем монтировать где-то 3-4 дня короткие минутные ролики. Люди могут увидеть и следить за нами, как что у нас происходит. В составе команды наш коллега – оператор Николаевского курпунта Игорь Попов. Он берет с собой разные видеокамеры и квадрокоптер. Все, чтобы максимально ярко запечатлеть африканские приключения. Мы сможем это отснять с высоты, где будет видно, что моря, что океаны, что песок, что снег. В 20-летнем Иже Игорь, как опытный водитель, уверен на 100%, потому что предусмотрительно перебрал все детали своими руками. У нас, конечно, пакет инструментов и запчастей минимален, но мы не настолько технологичный автомобиль, чтобы брать множество запчастей. Если вдруг что-то за шуру дело застучало, это уже по звуку я определяю. До Гамбии троица смельчаков планируют добраться в середине января. Домой будут возвращаться уже самолетом. Что ждет экипаж в пути? Каких людей встретят? С какими трудностями придется столкнуться? Смотрите в наших выпусках новостей в ближайшие 4 недели. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Николаев. Почему погасли огни Атланты? Кто решил, что Эммануэль Макрон далек от народа? И сколько селфи в день достаточно для патологии? Обо всем этом в нашем обзоре. Самый загруженный аэропорт в мире парализован из-за сбоя в энергосистеме. Во тьму погрузились переполненные терминалы, залы ожидания, взлетно-посадочные полосы. Блэкаут в аэропорту Хартфилд-Джексон в Атланте продолжался 11 часов. Отменили полторы тысячи рейсов. Ремонтники определили, датчики отключения света сработали, потому что загорелась подземная подстанция. Французские СМИ раскритиковали Эммануэля Макрона. Написали, что президент далек от народа. Из-за того, что отпраздновал свой день рождения в древнем замке Шамбор, расположенном на речке Луаре. 40 лет главе государства исполнится только в четверг, но он решил все отметить заранее. Банкет Макрон оплатил из собственного кармана, потратил 1400 евро. Но журналисты обвинили главу государства в пристрастии к роскоши. Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы. Это произошло в Торонто. Разговор записывался для радиопередачи. Собеседники много шутили. Обама поинтересовался у принца, нужно ли ему говорить с британским акцентом. Гарри ответил, что бывшему президенту стоит делать большие паузы между ответами. Из серьезного Обама рассказал, как покинул свой пост и как собирается жить на пенсии. Специалисты определили, когда увлечение селфи становится зависимостью. Недуг даже получил название – селфитис. Это легкое психическое расстройство. Его диагностируют у тех, кто делает по три снимка ежедневно, но не публикует их в интернете. Острая стадия – это когда человек начинает распространять кадры в сети. Ученые даже сформировали образ любителя селфи. Это неуверенные в себе люди, которые пытаются привлечь к себе внимание. Самую маленькую рождественскую открытку создали в Великобритании. Рассмотреть ее можно только под микроскопом. На одной почтовой марке удается разместить 200 миллионов таких поздравлений. Размер миниатюрного сообщения – 15 на 20 микрометров. А рисунок на нем наносили с помощью ионного луча. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова